сборка душевой кабины франк 412 вот четыре упаковки это три еще четвертая маленькая с фурнитурой вот фурнитур достал сифон хороший литой саморезы нержавеющие очень хорошие плохо магнитится но они качественно не ржавеют отличные саморезы так ролики но пластиковые так себе по сравнению с кабиной пойдут все нормально не заметит заказчик но не очень они по сравнению с кабиной и верхний душ тропический душ очень тонкий плохой значит полочка уже собрана идет собирать ее не надо смеситель черный хотя должен быть хромированный но никто не сказал что он не подходит поэтому как бы прошло все нормально так упаковка тонкая широкая задними стенками это задняя стенка 1 из хорошо прокрашена никаких претензий по краске все отлично хорошая рамка так это самая тяжелая упаковка с дверьми и неподвижными стеклами уплотнителем с вертикальными стойками каркаса это неподвижные стекла узкая широкая вот отличный поддон толстые 7 миллиметров примерно толщина поддона отличный каркас варной там еще такие проставочка между поддоном и каркасом чтобы он не скрипел пять ножек ну как бы высокий достаточно бортик широкий хороший поддон и экран нормальный то есть и крепеж хороший поддон то есть отлично отличный ну то есть из 5 баллов на 5 баллов поддон ну вот сборочка как его не сложно выровнять потому что всего пять ножек хороший каркас насчет там нет никаких дощечек а прям большое там sdsp полотно которое обклеено стекловолокном добавляю на всякий случай сифон герметик лишнего не будет значит приемная горловина там латуневая но резьба сплошная поэтому все хорошо прочно фиксируется так вот короткая одни стенка уже так все прикручено ничего сложного там нет все понятно заносим вторую заднюю стенку с полочкой штангой вот это самые длинные саморезы для сборки каркаса заносим каркас собранный обращаем внимание что вверх-вниз вверх с выемочкой для крыши вставляем заднюю стенку они не на на одном уровне задняя стенка и каркас каркас выше конструкция необычная но очень такая добротная то есть по горизонтали кабину вообще никак не сдвинуть потому что она уголком каркаса цепляется в бортик но кабина не фиксируется не как поддона она по горизонтали не двигается но не фиксируется как в остальных кабинах вот показано что есть такая выемочка для стеклянной крыши наверху куда вставляется стеклянная крыша вот здесь показано что на разном уровне находится задняя стенка и каркас он еще уголком заходит за бортик поддона и таким образом сама кабина на поддоне не может по горизонтали никак двигаться поэтому это очень практично прекрасный каркас в плане каркаса и рамок задних стенок зачет вот вверх опять показан потому что важно не перепутать верх и низ вертикальных вистикальных стоек каркаса так вставляем значит прикрутили к каркасу заднюю стенку узенькую сейчас широкую прикручиваем и прикрутим их между собой собранная крыша ничего сложного нет все очень просто ответственный момент установка стеклянной крыши лучше конечно делать это вдвоем но если вы делаете это один ничего страшного просто делайте это аккуратно чтобы не разбить в ней есть отверстие через которое она фиксируется к задним стенкам на таких болтиках с силиконовыми шайбочками сейчас будет показано как она фиксируется все подходит по отверстиям то есть никаких расскажите расхождение ничего колхозить не надо все четко прикрепили зафиксировали первым болтиком сейчас еще фиксируем одним вот тут показано как фиксируется крыша ничего сложного и как она лежит наверху и входит в выемочку четвертинки верхней части профиля вертикально вот и здесь тоже вот тут я показываю что кабина не прикручиваются задней стенке не прикручивается вот пришлось наращивать гибкую подводку потому что неудачно расположены водорозетки относительно смесителя и гибкая подводка получилась очень длинная вот скрученная уже собранная кабина сейчас тут небольшой колхоз у заказчика вот такая гофра пришлось соединять ее ну не стандартной ситуации то есть неправильно так сделано на самом деле выбирать не приходилось соединили между собой две трубы я там на них герметик и на колхозе изоленты но все прекрасно держалась так устанавливаем неподвижные стекла неподвижные стекла с нижними торцевыми уплотнителями не влазит то есть поэтому нижний уплотнительно не ставьте сразу потому что с ним не влезут вот так неправильно как я собираю на просто узкую можно и так собирать узкое стекло широкое вы так не соберете поэтому сначала уплотнитель и алюминиевую рамку надеваете на неподвижное стекло потом его вставляете как вот широкая в данном видео но и скручиваете верху внизу алюминиевые вот эти планочки на окно проливается кабина проверка герметичности слива двери значит как бы пластиковые ролики недорогие дешевые то есть относительно как бы кабины относительно там всего конечно ролики слабовато это конечно никак не заметно на работе никак не сказывается но тем не менее как бы они не такие хорошие как все остальное значит еще магниты халатно приделаны к стеклам приходится их киянкой выравнивать то есть они как бы горбом таким и поэтому щель нужно постучать простучать что полное примыкание было магнита алюминиевого к стеклу и тогда будет полное примыкание фиксируем дверь чуть сложнее фиксируется чем когда пластиковая крыша но нормально все фиксируется вот тут молоточком немного подстукиваю чтобы было равномерное привыкание там наверху немножко получился зазор но главное по всей поверхности внизу хороший экран фиксация неплохая вот единственное что камера не так расположены видно как я монтирую экран но все успел значит собрал значит на этом сборка завершена экран прикручен надеюсь видео вам помогло всего вам хорошего